вот продолжение сегодня 23 июня 2016 года также продолжаем работать так что ты делаешь ну-ка затем кидаешься вот братья работают миню написала в доме дом Помолица святых отец нашего Господи Иисусе Христе, Сыне Божие, помилуй нас. Помилуй нас. Помилуй нас. Помилуй нас. Отче наш изречи на небесе, и посвятится имя Твое. Да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, як он на небесе и на земле. Хлеб наш настоящий, дашь нам днесь. И остави нам долги наши, якожи мы оставляем блажняком нашим. И не веди нас на искушение, но избави нас от лука в огонь. Твоя из царства сила и слава вовеки. Аминь. Ощи всех на Тебя, Господи, уповай Тедайшим пищу, во благовременье отверзайши Ты щедрого руку Твоя исполняет всякое животное благоволение. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и вовеки реку. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, Боже Господи. За молитву причистоки матери и всех святых Твоих, Господи Иисусе Христос и Небожий, помилуй нас. Аминь. Боже, милостью будем негрешному. Создал мне Господи, помилуй меня. Бесчиславия согрешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. Так, выйди-ка сюда. У нас в уставе написано, баллон не носить. Она не дает воздуху проникать к телу. Двое, что у нас? Одни. 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 Вот эту замени какую-то куртку. Тело должно дышать. Вот утром поработали, я посмотрел, вот эти девочки маленькие, как они хорошо работали сегодня. А вот у тебя юбка разрезанная с этими, это у нас не подходит. Они баба надедала. Или зашить, или туда клинышки вставить. Это придумали масоны, что выходило, сверкало, они смотрели, наслаждались. Так, вот посмотрите, какая разница. Открылся простор. Тут тополевые отростки, они закрыли все. Мы молимся, просто молимся. И нас видят, это уже благовестие. Открыто совершить крестное знамение, как и вставь Иоанн. Перекрестились, католики их вычислили. Ну и казнили. В свое время было еще. Так, сегодня мы, видите, подобрали ветки, чтобы не касались нигде головы. Ну а где там касается, для взрослых оставил. Березы, там уже не трогайте. Ни одной ветки без разрешения не трогать. Я знаю, как их обиходит. И вот эти девочки работали. Я филил, а они уносили. Там прошел везде, до самого туалета черемуху подкарнали маленькое. Все как надо. А приехали, вообще ничего нет. Руки сложит и стоит, ждет, когда в рот положит шоколадку. Я гляжу, все работали, работать надо. Человек, который не хочет работать, он вор. Он вор. То не хочет трудиться, то ты не ешь. Ты плохо работал. Так это не я придумал-то. Безборщики говорят, кто не работает, тот не ест. А сегодня как раз сидят те, кто не работает. Так называемые олигархи. Вместо того, чтобы назвать грабители, разорители страны. Отдали страну на разорение. Кто не работает? Они не работают, на готовое пришли. 72 года работали, раз приватизировали. Откуда у Абрамовича деньги? Яхты, клубы покупает. Он не знает вообще, что такое истинная христианская жизнь. Им нужно всем отдать все деньги, вернуть государству и работать. Ну пусть приезжает сюда, у матушки поработает, она им заплатит немножко. Так, ты понял меня? Вот это одежда за меня, и мама придет, когда скажет. Так, становись на место. Тут такое дело. На кухне у нас деревенские по очереди несут. Такого не было, чтобы ни одного с города не было. Не было. То заболели, то за больными ухаживают. Наши обычные, которые есть. Издалека приезжали, тоже тормознуло их. Поэтому деревенские перехватили инициативу. Надежда Васильевна тут работает, ей надо помочь. Я вас отдаю всех, кроме Кирилла. Мы с Кириллом остаемся, пойдем подготавливать костер. Вдвоем. Там рукавички надеть, вырывать крапиву надо. Ну и возить вот это, на тележке. Ну на тележке везти, тут надо помогать, чтобы один хотя бы был. Ты немного поможешь вывезти, нет? Да. Ну вот все. А потом к Надежде Васильевне пойдете. Потому что она тратит время, огород зарос, и надо помочь. Чтоб жалоб не было. Никуда не отходить, ни к колодцу не подходить, нигде. Она бывает так. Ключит, ребенок должен смотреть, он ничего не должен. Только на огороде. Руками вырывайте колорадского жука, ловите, давите. И ты, убери, закрой его рот. Вот так. Иначе, Андрей? Да. Замечание было вчера Андрею. Опять? Вот, где Виталий расскажет все. Ну, выйди сюда, тот и другой. Андрей. Ну, выходи, что Андрей стоишь-то? Я еще не знаю. Что случилось? Ну, вчера, это, уже, когда пошли с трапезной, когда начали уходить, Андрюша взял у Степана горсть этих... Сухарей. Сухарей. Ну, как бы отнял и пошел. Сухарей или косточек? Сухарей. Сухарей. Без всяких, ну, четко, ясно выражая речь свою. Сначала он спросил у Степана, будешь он все-таки или... Он сказал, да. Но он забрал все равно. Когда забрал? Из-за стола выходил или за столом? Да. Нет, когда из-за стола. А из-за стола выходишь, зачем брать? Из-за стола выходишь и в кармане, чтобы ни одной крошки не было. У нас было в туалет кидали хлеб. Весь лагерь лишили пирожков. Весь лагерь только молился. Хлеб так трудно достается и... Зачем из-за стола выходишь? Ты не наелся? Добавки дадут. Ничего не брать. Степан тут ни при чем совершенно. Ну и я там был, вот. Все? Он виновен, он наказан, чтобы остановить. Защита не помогла. Если бы он за столом сидел, когда ел и сказал, ты не ешь, тогда взял, тогда можно. А из-за стола пошел куда? В карман? А когда не за столом, есть нельзя. Мы уже помолились. Это как крышку поставили. Дело в том, что дей Виталий его пытался остановить, а он от него убежал. Да не, я поговорить с ним хотел, а он раз-раз и убежал. Так, Андрей, вернись сюда. Он хотел с тобой поговорить, да? А он поступил правильно, он рабочий. С рабочими нельзя разговаривать. Ты нарушил сам. Я тебя за это накажу. Виновен ты, а не он. Становитесь. Разговаривать можно только с воспитателями. Работницы, которые работают, если они сказали поднести, вынести, это можно. Вон в уставе написано, с посторонними не разговаривают. Рабочим мы их нанимаем или как. Андрюша был прав. Понял, Андрей? Тут по правде. Есть такой фильм. Князь Серебряный. Иван Грозный судит. Суд мой прав или не прав? Все прав, прав. Только один сказал, не прав. Так что, если я не прав, ты подними руку, выйди и скажи, что так мы пояснили. То есть, Андрюша не было бы виноват против сухарей. Если бы это было за столом, он съел. Ты, Виталий, имею в виду, не искушайся. Считай устав. Он тебя тоже касается. Так. Дядя Володя у нас сегодня, Владимир Александрович, уходит с вами работать. Работать там, привести в порядок. Которые там лежат чурки, напиленные дрова. Выкинуть их сюда, на эту сторону. За траншею. За главную. Чтобы могли подъехать и забрать. Как только скользят траву и дрова увезем сюда. Так, снять ножками вместе. Это понятно? Да. Сделать там. Которые там нависли, посмотрите, сверху или как. Можно или нет отпилить, чтобы как-то освободить, которое дерево зависло. Может быть, двуручную пилу один вверху, другой внизу. Ну, сами подумайте. Можете лестницу взять попутно. Надо дело разблокировать. Виктор Николаевич, когда пилил, дерево упало. На которое упало, надо было смотреть и сначала его убрать. Но он не мог убрать, оно было в воде. Понимаете, он не виноват, но оно так упало неаккуратно. И зависло одно, на нем второе. А это пилить дерево, значит рухнет все остальное на тебя. И пока оно проще стоит, надо поставить и по частям то дерево расчленить, которое вверху. То есть работаем вам вот так до обеда. Пол второго трогайтесь оттуда. Пол второго. Не минуты позже. Раньше не приходите. Убирайте, вытаскивайте, пилите, которые дальше идут. Там дальше идет осенник на рост. Я вчера там пробил. Тоже можете пилить. Порвано. Взяли у Леши Устинова пилу и порвалась цепь. Неприятность такая большая. Как она была, тем более Виктор вчера работал только с деревьями уже поваленными. Соня. То ли зашипило где, то ли что. Так. Закройте рот. Рот закрой. У нас сегодня 23-е. Сейчас самый длинный день в году. 22-го началась Великая Отечественная война. Немецкая Германия, как называют фашистская Гитлер, напали на Россию, на Советский Союз. Вот это время называют в Ленинграде, сейчас Санкт-Петербург, Белые ночи. То есть фактически рассвет переходит, ну то есть закат в рассвет переходит. Ставьте прямо ноги. Не надо, я говорил уже. Вот. Теперь, для чего я это говорю? Это касается нашего лагеря. Вы приехали 10-го до 22-го. До 22-го вставали в 5. Теперь вот 23-го, 24-го, 25-го, 26-го, кажется, прибавляться будет. А 26-го, ну сколько 20-го? 12 дней. 12 дней еще будет в 5. Дальше в пол 6-го и так дальше. То есть в то время смотрим где, чтобы войти в этот же режим. С какого числа я не понял? Ну сколько 12? А еще 12. 6 прибавить 12. Вот 6 даже прибавить 5. Остается 7. Ну примерно 7-го июля. 7-го июля уже будет у нас подъем детей, а вы все встаете в 4.40. То есть войти в тот режим, который был. Вот они приехали. Какой был день? Вернуться к тому дню. По продолжительности дня. А дальше мы уже идем за солнцем. Чтобы видели восход солнца. Приедет Галиндухин Владимир здесь. Вон телескоп. Будете ночью подниматься. Ну утром может подольше поспите. Посмотреть звездное небо. Он хорошо знает, рассказывает. Он учитель. Он должен приехать с учениками. Ну и не совсем у него как он думал. Там родители против. Что-то такое. Против. А туда, в Карелии они не против. На Азовское море не против. И оттуда трупы в мешках везут. Представь, 14 человек вот сейчас все. У нас даже нету столько. Все мертвые лежат. Каково родителям? Мы вот молимся каждый день, чтобы Господь утешил родителей, потерявших своих детей. Я не говорю о Царстве Небесном, потому что мы не знаем. Но печаль понятна. Чтобы через эту печаль Господь нашел людей. Это, кажется, 43 глава Иеремия говорит, что Мав сидел на своих дрожжах. И Господь нас переливает. Тут одно состояние другое, как у Иова многострадального. Потеряли детей, родители начинают думать тогда, ага, а для чего я жил? Я все только в детях полагаю. Раз и детей нету в один день. Мой дед, мама моя, Мария Егоровна. Он Егор Иларионович был. У него три сына. Макар, Филарет и Мануил. Имена-то какие были? Ну, они молодые были. Там 18, кажется 19, 21 год. Не курящие, бригадирами были. Ну, раскулащенные были. Сколько претерпели. Ну, вот Родина Мать в опасности. Забрали. Краткие курсы артиллеристами. И все трое погибли. Все трое погибли. Родина Мать, говорит, нашла их вот в это время. Я опять же к тому говорю, как будут воспитаны. Вот воспитаны как будут. Я их считал письма. У тебя переплетены были. С фронта письма. В одном экземпляре. И прокуратура у меня сожгла все. Это варварство, вандализм. Письма моих дядьев. Вот такое дело. Поэтому то, что перед нами происходит, это нам научение. Сегодня нет войны, а завтра война. Надо ценить мирное время. Молиться за патриарха, за священников, епископов, за правителей, чтобы на них покушения не было. Бегайте там где-то. Остановились. Перекрестились. Хотя бы немного, одну минуту помолитесь. Платочки. Ну. Все едут. Ну что скажешь. Кормите нас. Да сыто. Пошли. Девушки поработали сегодня хорошо. Баба Надя будете работать. Смотри за ними, чтобы они не покосили ничего. Так, давайте. Пальцу в руки не берите. Баба, смотрите, я только одного парня тебе выбираю. И им дашь работу. Смотри. Чтобы нигде никто не отходил, ни к колодцу нигде не допускать. Маленьким там рядом качели. Поработали. 45 минут. 15. Отдых. Ну ты смотришь как я делаю. Там крапива убрана, можно качать все. Так. Что тут тряпок наберешь? Смотри. Для чего тряпка мохнатая? Смотри еще на ней. Я ее дернул. Нормально это? Ну никогда не было. Все зачем? Прилипло к ней сухарей. Посмотри сколько. Дай. Ну сейчас я выберу. Ну бороться будем или что? Куда ты понесешь их? Смотрите они какие. Как липучка. Чтобы никаких тряпок на столе не было. Всякие ваши новинки, они только портят нам. Ну и что? Понятно. Выберите из нее. Поднимай. Вот надо придумать это. Липучит. Не знаю ничего. Поднимай. Сухари по полу. Не может быть чтобы это было от Бога. Держать. Внимание. Господи Иисусе Христе Сыне Божий помилуй нас. Аминь. Аминь. Давайте Россию вспомним. Россия должна стать. Россия это мы. А вот та девочка руку не поднимала. Снова. Дежурная. Внимание. Внимание. Смотри внимательно. Россия должна стать. Россия это мы. О. Теперь понятно. сегодня вам какой-то омлет. Это я не люблю. Это разбитое с молоком яйца. Вот разное вам дает пюре. Да будет наверное картошка давленая. Что вы думаете? Пюре. Пюре. Это мне положили. Зачем два не знаю. Это надо куда-то. Больше одного не ешь. Это холестерин. Люди которые много яйца едят они глупые. На ум влияет. Отрицательные. А зелень положительная.